В зоне АТО за минувшие сутки ранены были четверо украинских военных возле Авдеевки и шахты Бутовка. Боевики открывали огонь из тяжелого вооружения, в том числе из танков и минометов крупного калибра. Девять раз боевики нарушали режим прекращения огня на Мариупольском направлении. Кроме этого, противник устраивает провокации на пунктах пропуска. Все подробности расскажет наш военкор Ирина Баглай. От наших товарищей оттуда, буквально 30 метров до позиции. Это РПГ-7. Кусок гранаты. Дверь, хвостовая часть. Это нулевой пост вооруженных сил Украины на трассе Майорск-Горловка. В менее чем километре отсюда уже виднеется блокпост боевиков. И почти каждый вечер после закрытия контрольно-пропускного пункта Майорск противник выпускает подобные гранаты и снаряды в сторону пехотинцев. СПГ-снаряд. Два снаряда прилетело. Один сюда, один в соседнюю позицию. Обстрелы с ПКМ в основном работают. Ночью целятся боевики по селу Зайцево. Ведут огонь из боевых машин пехоты один. Накрывая и позиции военных, и дома жителей снарядами 73-го калибра. До рассвета боевики загоняют свои БМП в укрытие. Предположительно прячут их за терриконом. Но скрыть следы работы боевых машин от местных жителей не получается. Сранку, когда БМП переезжает, на асфальте остаются следы. И сранку они эти следы подметают. Один раз они их просто там не подмели. Приехали их начальство, в местах, говорили, что... Был разгон сильный. Быстренько выскочили. Звильниками подметали дорогу. Сами же местные жители не раз оказывались загнанными в ловушку противника. Зная, что КПП Майорск уже закрыт, боевики продолжают пропускать гражданские машины в нейтральную зону. Пускают машины, создавая панику, начинают стрелять сверху машин, сверху людей. И то есть создавая ажиотаж, никому не нужны. В это время на постах уже нет пограничников, и военные не вправе пропустить людей через пропускной пункт. Поэтому прячут их в своих блиндажах, пока не утихнет огонь. Дети были у нас, дети были переляканы. И, конечно, мы их семьями поховали вот сюда, в укрытие. Эти посадки, вдоль дороги, по которой едут с оккупированной территории люди на подконтрольную Украину, могут быть нашпигованы опасными для жизни сюрпризами. Боевики выходят из машин и, заходя в этот лесу посадку, могут оставлять там минозрывательные устройства. В основном микроавтобусы в непосредственной близости останавливаются к посадке, и начинается какое-то движение. Непонятно, люди зашли, вышли, то ли просто по нужде, то ли какой-то сюрприз. От растяжки до управляемого какого-то взрывного устройства. Эти густые посадки военные не могут осмотреть и выявить угрозу. Это нейтральная зона. А вот противник регулярно по ночам совершает здесь вылазки, пытаясь подобраться ближе к позициям наших бойцов. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.